Добрый день, коллеги! Хорошо ли меня слышно и видно? Зря, что ли, макияж делал. Отлично, спасибо большое за огонечки. Действительно, сегодня подготовлено много... Ой, целых 13! Мой фан-клуб растет и растет. Сегодня подготовлено много информации, много книг, все они классные, апрель был вообще ударным для нас месяцем, и это здорово, учитывая, что обстановка на книжном рынке, она такая нестабильная, вот, но мы работаем, и это здорово, и делаем все такие же суперкниги, полезные, актуальные, активные, и сейчас я вам о них расскажу. Сделали мы книги по разным направлениям. Некоторые из них вы видите на экране. Экономика, управление персоналом, журналистика, педагогика, да, много. Литература, ведение, обратите внимание. Лингвистика, иностранный язык, как всегда. Машиностроение, история и много-много другого. Особенно не выделяю направления, по которым, допустим, сделалась одна книга в этом месяце, но обратить внимание на нее стоит. Темы наши достаточно узкие, востребованные, поэтому появление таких книг в редких направлениях, дисциплинах и специальностях, они, как правило, требуют особого внимания. Итак, начинаем с экономики. И очень рада представить выпущенную нами книгу «Импортозамещение в экономике России». Эта монография несколько лет назад, если я не ошибаюсь, это был 18-й год, уже была книга этого же автора, первое издание «Импортозамещение». Но нынешние обстоятельства не просто заставляют, а обязуют внести дополнение и переработать тот материал, который уже был, и мы с радостью представляем эту книгу. Вообще, тема «Импортозамещение» становится еще актуальнее, учитывая западные санкции, введенные против нашей страны в связи с событиями на Украине в феврале, марте, апреле 2022 года. И у нас возникла потребность организовать целую серию подобных книг, учитывая читательский интерес к книгам по экономике. Так вот, в рамках серии «Современная Россия» в нашем издательстве вышла монография, в которой рассматривается вот эта важнейшая проблема импортозамещения. Автор великолепный Владимир Викторович Моисеев, академик, с удовольствием перерабатывает и актуализирует свои книги. Мы с большим уважением к нему относимся и всегда рады новым поступлениям литературы от него. Так вот, в этой книге автор анализирует политико-экономические причины необходимости замещения импортных товаров в экономике России с переходом к собственному производству технологий и инновационных проектов. Издание заинтересует научных сотрудников, студентов, аспирантов, бакалавров, магистров, всех интересующихся экономическими и социально-политическими проблемами развития современной России. Будьте уверены, что даже широкому кругу читателей эта книга пригодится. Сейчас идет широкое освещение в средствах массовой информации всего происходящего. И то, что делать, как делать, наверное, это одни из важнейших вопросов, которые интересуют читателей, людей в настоящее время. Так что обращайте внимание. Мы уверены, эта книга будет пользоваться огромным успехом. Следующее тоже из области экономики. Учебно-методическое пособие управления инвестиционным портфелем. Оно адресовано слушателям курсов дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки. А также может быть полезно студентам экономических направлений вузов. В этом издании даны практические основы формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг в условиях рисков. Рассмотрены вопросы хеджирования инвестиционного портфеля фьючерсными контрактами. Представлена методика оценки эффективности деятельности управляющих компаний. Практические задания и подробные методические указания по их самостоятельному выполнению позволят обучающимся быстро и эффективно изучить подходы к управлению инвестиционным портфелем. Вот такая методичка. Следующая наша книга, тоже из области экономики, теория организации, учебное пособие. В структурно-логическом плане данное учебное пособие является трехкомпонентным и включает в себя курс лекции, практикум и тесты. Обучающиеся ознакомятся с актуальными проблемами теории и практики организационно-управленческой деятельности. Практикум поможет с научным анализом проблемных ситуаций, поиском и аргументацией концептуальных идей. А тестовая система охватывает весь спектр проблем, рассматриваемых в лекционном и семинарском формате. Это издание адресовано студентам бакалавриата и магистратуры, обучающимся по направлениям подготовки экономика, менеджмент, управления персоналом, госиммунуправления. Помните, да, те, кто был ранее на моих вебинарах, объявляя направление, по которому подготовлена книга, мы делаем достаточно обобщающие выводы, потому что многие книги адресованы не просто конкретно, допустим, управлению персоналом или менеджментом, а достаточно широкому спектру направлений, поэтому мы выбираем одно основное, а остальные прикладываются к нему. Но, тем не менее, очень много книг, которые охватывают достаточно широкий спектр дисциплин, направлений и специальностей, которым она может пригодиться. Следующая книга – это учебник по экономике, налоги и налогообложения. В этом издании изложены современные знания о роли и возможностях государства в развитии инновационного управления с акцентом на правовое обеспечение механизма и инфраструктуру их реализации. Предназначен учебник для преподавателей и студентов вузов, колледжей, школ бизнеса, изучающих курс налогов и налогообложения, менеджментов, финансов, экономики и другого, а также для специалистов практиков. Материалы будут полезны при разработке учебных программ и в процессе преподавания ряда дисциплин, связанных с финансовыми, налоговыми, экономическими и другими направлениями. Также из области экономики подготовлен нами учебник «Экономика предприятия» на примере предприятий транспортной отрасли. Этот учебник может быть использован для формирования компетенции в ведении экономической деятельности при обучении студентов. Также будет полезен руководителям организаций для повышения компетентности своего персонала в экономических вопросах, повышение эффективности управления организацией. В книгу вошли актуальные для современной экономики предприятия темы. Этот учебник состоит из 12 тематических разделов. В конце разделов приводятся контрольные вопросы, тесты для самопроверки, примеры экономических задач с решениями, задания для самостоятельной работы, что, безусловно, будет способствовать лучшему усвоению изучаемого материала. Как-то, если я не ошибаюсь, в прошлом году мы делали вебинар по структуре учебников, учебных пособий, которые берем в работу и стараемся делать их настолько полноценными, не исключая ни контрольные вопросы, ни тесты. То есть полный комплект необходимых знаний, умений, навыков можно найти в наших книгах. И вот этот учебник яркое тому подтверждение. Сделан по всем нормам, правилам и, пожалуй, дополнить к нему совершенно уже нечего. Следующая книга из области экономики и юриспруденции. «Право цифровой безопасности». Это учебник. Адресован он студентам, обучающимся по направлению подготовки юриспруденции и направлению подготовки экономика. Он также будет полезен специалистам в сфере информационно-коммуникационных технологий. Авторам проведен анализ наиболее серьезных цифровых угроз и, соответственно, правовых способов их минимизации или ликвидации. Следующая книга из области управления персоналом. «Управление персоналом. Научная методология, учебное пособие и практикум». Это учебное пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по специальности управления персоналом. Рассматриваемые в издании методологические проблемы, методы и подходы к научным исследованиям имеют, как правило, общий научный характер с целью формирования у молодых исследователей системного взгляда на проблемы поиска истины в экономических процессах компании. Также из области управления персоналом мой фаворит – учебное пособие HR-брендинг. Фаворит, потому что понятие новое. Сейчас расскажу. Пособие посвящено достаточно новому научному направлению для современного российского сообщества менеджеров по управлению персоналом, фундаментальная основа которого находится в стадии формирования. Это и есть HR-брендинг. В курсе представлены подходы, успешно применяемые на практике. Издание – это будет интересно не только научным и практическим специалистам по управлению персоналом, но и руководителям, и собственникам предприятий. Курс призван помочь понять, что такое HR-бренд, зачем он нужен, когда стоит задуматься о его создании и, собственно, каким образом создавать. Также из области управления персоналом, но с мощным сегментом менеджмента, учебное пособие «Инновационный менеджмент» в управлении персоналом. В этом учебном пособии изложены теоретические основы инновационной деятельности и подходы к ее организации на современных предприятиях. Практикумы по темам содержат задания, ориентированные на закрепление полученных теоретических знаний. Пособие это предназначено для обучающихся по направлениям управления персоналом, менеджмент, а также для всех интересующихся проблематикой инновационного развития современных организаций. Следующее учебное пособие – это уже чисто менеджмент, организация рабочего пространства в условиях бережливого производства по 5С. Учебное пособие – это разработано на основе национального стандарта Российской Федерации «Бережливое производство» по теме организация рабочего пространства и практического опыта. Пособие выполнено в логико-структурных схемах с комментариями для повышения уровня профессиональной подготовки и компетенции работников организации, внедряющих систему бережливого производства. Адресовано студентам очной и заочной формы обучения, также практическим работникам. Вот «Чистый менеджмент» – соблюдение порядка, содержание в чистоте, совершенствование. Журналистика. Журналистика – введение в специальность, новые вековые медиа, учебное пособие. Автор этой книги – Александр Александрович Бобров, писатель и преподаватель, профессор кафедры журналистики Московского гуманитарного университета, автор ряда востребованных пособий, вообще такой очень активный, погруженный в специальность, в профессию, требовательный. И это очень важно, потому что журналистика, она в свете последних событий, она все-таки требует большое внимание к собственной этике. И то, какой ты журналист, это же очень важно для всех людей, мнения которых ты формируешь, по сути. Но, вернусь к книге, в это издание вошел конспект его занимательнейших лекций, которые будут интересны и студенту, будущему журналисту, и широкому кругу читателей, тех самых, кто пользуется интернетом и пробует свои силы в журналистике, в том числе и в блогерстве, мы познакомимся с помощью этой книги с азами и тонкостями профессии журналиста. Кстати, у Александра Александровича есть одноименная книга «Азы и тонкости журналиста». О журналистике тоже совершенно потрясающая книга. И вот в данном учебном пособии здесь, конечно, есть какие-то глубокие выводы, зачем это нужно. Поэтому такой взгляд на новые вековые медиа вот в данном учебном пособии, он гораздо глубже. Следующее учебное пособие, выпущенное нами, это «Основы коммуникативной компетентности». Очень условно поставило направление журналистики и средств массовой информации, потому что это учебное пособие гораздо шире направлений, которым, ну, в данном случае я их привязала. Адресовано оно студентам всех форм обучения, изучающим вопросы коммуникативной компетентности, а также слушателям курсов повышения квалификации и переподготовки специалистов, заинтересованных в получении знаний по данной теме. Основа коммуникативной компетентности содержит базовые понятия по данной дисциплине. Вопросы и задания после каждой темы помогут на практике применить полученные теоретические знания. Следующая книга требует особого вашего внимания. «Идея социализма. Попытка актуализации». Автора этой книги, профессора Акселя Хонетта, проще всего представить отечественному читателю как представителя третьего поколения Франкфуртской школы социальных исследований. В этой работе предпринята попытка объяснить стремительный упадок всемирно известной и авторитетной идеи социализма, утратившей на сегодняшний день свою актуальность и привлекательность. Автор размышляет о том, что можно предпринять для обновления этой идеи и в соответствии с потребностями 21 века. Книга эта адресована для политологов, социологов и всех интересующихся данной тематикой. В общем, очень и очень интересный экземпляр. Долгая работа с ним была проведена. И перевод, это первый перевод на русский язык, поэтому обращайте внимание. Обычно книги, которые мы переводим, они настолько долгоиграющие, настолько актуальны, что где-нибудь она да всплывет. Вот поверьте мне, пройдет год, два, пять, но обязательно эта книга будет работать. Вот это для издательства очень важно. Следующая книга примерно с таким же потенциалом «Общество сингулярности» о структурных изменениях эпохи модерна. Тоже переводной труд. Книга эта предлагает новый взгляд на то, какие социальные изменения произошли за последние несколько десятилетий. И будет интересно социологам, как социологам, так и всем, кому не безразличны процессы, преобразующие современный мир. Общество позднего модерна всецело ориентировано на производство сингулярностей и поощряет уникальность. Немецкий социолог, достаточно известный, Андреас Реквиц, подробно рассматривает причины возникновения и структурные особенности общества сингулярности, в котором мы сегодня живем. Обращаю внимание, над этой книгой работало целых два переводчика. Это очень важно. Перевод качественный, классный и само содержание книги тоже достаточно глубокое. Следующая книга – это биобиблиографический словарь. Отнесла я его в область истории. Обратите внимание, что это уже третий выпуск из серии книг «Исследователи русского зарубежья». Команда авторов все та же. Этот выпуск продолжает реализацию проекта по русскому зарубежью. Мы очень рады, что первые, предыдущие два выпуска попали практически во все библиотеки в нашей стране. многие вузы и специальные научные сообщества, специализирующиеся на исследовании русского зарубежья, приобрели. И эта книга тоже, книги тоже довольно долго работают. Исследование сделано очень качественно. Так вот, вот в этом издании представлено сведения о 99 исследователях русского зарубежья, живущих за пределами Российской Федерации. Содержится информация о датах их жизни, образовании, профессиональном пути, научной деятельности. Как я уже говорила, рассчитаны эти выпуски, эти книги на специалистов и всех тех, кто интересуется историей России и русского зарубежья. Очень долго мы ждали этот третий выпуск и получился он очень-очень достойным. Также из области истории есть чем похвастаться. «Горькая полынь чужбина. Исторические судьбы белой эмиграции». 20-39 года. В этой книге исследуется история белой эмиграции, неотъемлемой части нашего Отечества. Рассматривается богатая политическая история русского зарубежья, сохраненные и приумноженные им ценности великой культуры нашей державы. Белая эмиграция изучается и как важный фактор реальной политики 1920-1930-х годов, в том числе и международной. Это научно-популярное исследование рассчитано на широкую читательскую аудиторию. Хотелось бы отметить, вот вообще обратите внимание, какие потрясающие обложки делают наши дизайнеры. Не устаю передавать им огромный привет и благодарность, низкий поклон за то, что они делают. В общем, все лучше и лучше. Я почувствовала, как пахнет полынь. Еще одна книга из области истории с этнографией «Дети дождя. Ногом, телем и догоны». Сейчас расскажу про нее. Эта книга стала результатом работы авторов в стране догонов в течение пяти лет. Задачей авторов это научные сотрудники Института Востоковедения Российской Академии Наук было по возможности хоть в малой степени восполнить пробелы в исследованиях, посвященных культуре догонов. Это этническая группа, проживающая в районе Центрального плата Мали в Западной Африке. В качестве иллюстративного материала в книге использованы экспонаты выставки, одноименные выставки, которая проходила в Государственном музее Востока чуть больше года назад, в феврале 2021 года. Книга эта предназначена для специалистов и для широкого круга читателей, и мы ее поместили в нашу линейку, серию книг «Неизвестные народы». Если есть интерес именно к таким редкостям, то обратите внимание на всю серию, на всю линейку книг, посвященных такой удивительной этнографии. Следующая книга тоже из области истории этнографии «Этносы России» по всесоюзной переписи населения 1926 года. Справочно-информационное издание. Это тоже результат работы нашего постоянного автора Сергея Кропачева. Содержащиеся в этой книге материалы характеризуют народы Российской Федерации с количественной и, если возможно так сказать, качественной сторон. Представлены данные о более чем 160 этносах, субэтносах, проживающих на территории России в середине 1920-х годов. Основой для характеристики народов послужили материалы всесоюзной переписи населения 1926 года. Самый фундаментальный и полный из всех переписей советского периода. Издание предназначено для историков, демографов и всех тех, кто интересуется историей России именно 20-го века. Плавно из этнографии переходим в туризм. Виды туризма. Учебное пособие для вузов. Туризм сейчас не хочу говорить, вы не представляете на каком уровне, потому что уверена, что представляете. Так или иначе, мы все связаны с вами с книгами, и вы видите полкниг, которые представляют именно область туризма. Мы не исключение, но мы исключение в том плане, что ищем самые самые узкие места, самые интересные книги. Так вот, это учебное пособие для вузов виды туризма. В нем рассматриваются 16 видов туризма. Вот на вскидку, наверное, никто из нас не сможет назвать даже 10. Так вот, эти 16 видов туризма классифицируются по двум основным критериям, влияющим на вид туристского обслуживания, цель поездки и возрастно-социальный признак. Это деловой, образовательный, культурно-познавательный, развлекательный, молодежный, лечебно-оздоровительный, семейный, религиозный, шоп-туризм и так далее, и так далее. Это издание заинтересует студентов-бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки туризма всех форм обучения и может быть использована студентами гуманитарных направлений подготовки и, пожалуй, я отправлю его к главе Ростуризма. Переходим дальше. Раз уж пошли по стране, коснемся сельского хозяйства, агрономии, зоотехника. Корма и кормление сельскохозяйственных животных. Монография. Да, мы выпускаем и такие вещи, и вы не представляете их востребованность. Актуальную литературу по таким направлениям, свежую литературу, довольно сложно найти. Все ориентируются на какие-то... Я сейчас увидела сообщение про фан-клуб из 25 человек. Ребята, мы растем. Я жду, когда свою презентацию буду начинать со слов «Ура, нас тысяча!» Так что, есть куда расти. Кстати, нас уже 29, так что вернемся к коровам, корма и кормления сельскохозяйственных животных. Так вот, многие в этой области ориентируются еще на полкниг, которые были изданы в советское время. На самом деле, сейчас совершенно другие технологии, совершенно другие результаты химической промышленности, медицины, поэтому здесь, наверное, по этой тематике должно было бы выпускать книги ежегодно. Ну, появляются они гораздо реже, но собирают в себе самую актуальную последнюю информацию. Так вот, данное исследование заинтересует широкую аудиторию руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий. Им будет полезно при организации вопросов кормопроизводства и кормления в хозяйстве. Эта монография также может быть использована как дополнительная научная литература при подготовке бакалавров и магистров в высшей школе по направлениям агрономии и зоотехникам. Авторами рассмотрены основные аспекты производства объемистых кормов и страв, зерна, изучены современные взгляды на повышение эффективности использования кормов, правильному построению кормовых рационов, сбалансированному кормлению животных и так далее и тому подобное. Я бы еще сюда включила тот факт, что рассказывают о составах. В общем, очень такое глубокое исследование. Следующее. Вот это как раз те книги, о которых я говорила, что они по одному в представленном нами направлении направлениях и от этого являются такими тяжеловесами. Невозможно сделать за месяц, допустим, десяток книг по деревообрабатывающей промышленности. Можно, но, наверное, невозможно. И это было бы не совсем правильно, потому что должно формировать, контент должен формироваться достаточно равномерно для того, чтобы был результат. Иначе мы будем известны не как разнонаправленное издательство, а как, допустим, издательство при деревообрабатывающей промышленности. Так вот, следующая монография это теоретические аспекты проектирования однопоточных лесопильных цехов малой и средней мощности. Это учебное пособие, даже больше монография все-таки. В ней рассмотрены вопросы развития теории раскроя сырья на пиломатериалы. Вот, несмотря на такое сложное название, то, что делается в деревообрабатывающей промышленности, оно имеет довольно простые для обывателей процессы. Тем не менее, каждый процесс, каждый процесс настолько сложен, что, наверное, требует отдельного учебного пособия. Так вот, в данной книге предложена методика планирования раскроя сырья и технологические расчеты производственной мощности лесопильного цеха. Рассмотрены способы переработки различных лесоматериалов. Предназначена эта книга для бакалавров, магистров и аспирантов лесотехнических вузов, инженерно-технических работников лесопильных предприятий и тем, кто связан с разработкой моделей отдельных технологических процессов деревообработки и их оптимизации. В общем, нет уже сейчас в лесопильных цехах сотрудников, которые говорят, у нас все хорошо, да, у всех производственные процессы налажены так, что у сотрудников руки все целые, все пальцы на месте. шутки в сторону, следующая книга из области машиностроения, нормирование точности в соединениях деталей машин. Мой любимый дуэт Кадыров-Чебутарев. Пособие содержит теоретические сведения, справочные таблицы и примеры выполнения некоторых расчетов по взаимозаменяемости. В нем даны основные сведения по допускам и посадкам гладких соединений, допускам формы и расположения поверхности, шероховатости и так далее, необходимые при проектировании, конструировании и разработке сборочных и детальных чертежей, выполнении курсовых и дипломных проектов. Адресовано это учебное пособие студентам учреждений высшего и среднего профессионального образования. Вообще то, что мы пополняем наш пул книг по машиностроению, это довольно важно. Техническая литература изначально гуманитарному издательству не свойственная, приобрела такой масштаб и размах, что есть на самом деле чем гордиться. Следующая книга тоже из области машиностроения. Грузоподъемные машины и оборудование. Вообще обратите внимание на этих авторов Глотов, Ткачук и Зайцев. У нас есть еще книги, также касающиеся грузоподъемных машин, написанные, наверное, пару лет назад. И вот это учебное пособие мы тоже очень долго ждали и рады, что оно появилось именно у нас в нашем прайс-листе, в нашем контенте. Оно ориентировано на студентов направления подготовки наземные транспортно-технологические средства и направление эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. Очной и заочной формы обучения будет полезно это учебное пособие, потому что в нем содержатся краткие сведения о назначении конструкции критериев и методиках расчета основных параметров грузоподъемных машин. Я думаю, что на обложке у нас не все виды транспортно-технологических средств. В общем, обратите внимание, технический пул заметно пополнился довольно достойным учебным пособием. В свое время, а это пару лет назад, книги этих авторов довольно бойко разбирались. Следующая книга. Я ее определила в область безопасности жизнедеятельности. На самом деле, попробуйте поискать учебное пособие для тех, кто работает на высоте. Для электромонтажников, для электриков, в общем, для тех, чья работа связано с таким огромным риском. Так вот, Даур Чирк активнейший преподаватель и в средних профессиональных образовательных учреждениях преподает и на курсах повышения квалификации переподготовки. Взялся за такую работу, это тяжелая работа, но что важно, она подготовлена по самым последним стандартам из этой области и ценность ее настолько велика, действительно, когда мы готовились принять эту книгу к изданию или все-таки отложить, столкнулись с тем, что подобных работ нет. В этом издании всесторонне изучены вопросы использования различных систем обеспечения безопасности и методов выполнения работ на высоте. Рассмотрены всевозможные виды снаряжения, применяемые при высотных работах, представлен обширный пояснительный иллюстративный материал. Несмотря на то, что сейчас тяжело печатать книги цветные и вообще сложно в воспроизведении каких-то цветных иллюстраций, графиков и схем, эта книга невозможна без иллюстративного материала, поэтому выпускается нами только с цветом для того, чтобы действительно она работала так, как и задумывалась полноценно и точечно всеобъемлюще. Адресована работникам организации, проводящим работы на высоте. Казалось бы, очень такое широкое распространение, точнее сказать, наверное, нельзя, но все те, кто занимаются этими работами, безусловно, обратят внимание на это произведение. Следующая пара книг, она тоже касается производства, но в данном случае производства на предприятиях питания, пищевая безопасность, руководство для школ, учебно-методическое пособие. Это пособие посвящено, наверное, одной из самых актуальных тем на сегодняшний день. Мы знаем, что вопросы пищевой безопасности в детских социальных организациях имеют чрезвычайно важное значение. В этом пособии авторы рассматривают питание как фактор обеспечения безопасности, как компонент здоровья и сберегающей среды образовательного учреждения. Всесторонне рассматриваются все аспекты правильной организации школьного питания, даются советы и рекомендации. Издание это адресовано администрациям школ, учителям и родителям, которые стремятся повысить уровень своей компетентности в вопросах организации школьного питания. И сразу же скажу о следующей книге под руководством Лады Николаевны Рождественской, тоже из области питания, создание предприятия питания. Это учебное пособие, связанное с темой питания. В нем рассматриваются наиболее важные вопросы открытия предприятия питания, направленные на обеспечение его дальнейшей жизнеспособности в современных условиях жесткой конкуренции и растущих требований потребителя. Вот начиная от цели полагания и формирования концепции, заканчивая планом, графиком запуска предприятия, магистранты при освоении дисциплины технологии открытия предприятия питания смогут последовательно изучить все этапы открытия этого бизнеса. И на что еще хочу обратить внимание, вот обе с обеими этими книгами авторы выступали на конференциях, образовательных конференциях, поэтому здесь, конечно, уровень подготовки этих изданий, он достаточно велик. И что радует, у нас есть книги по организации питания, но вот пополнение этого пула это довольно важный для нас шаг. И переходим к педагогике. Дошкольное и начальное образование «Опыт, проблемы, перспективы развития». Это материалы Всероссийской научно-практической конференции. Мы традиционно выпускаем книги совместно с нашими партнерами центром «Новое поколение». Делаем книги просто сразу же по окончании проводимых конференций и фиксируем все результаты и вот то, что самая актуальная информация, которая освещается на этих конференциях, всероссийских научно-практических конференциях, она появляется практически сразу, уже в обобщенном виде. Это наша большая работа и большое достижение. Как делали, так и будем делать. Сейчас, секунду, я чуть подробнее расскажу про этот сборник. в нем рассматривались актуальнейшие вопросы эффективных форм и методов работы в сфере дошкольного и начального образования. Внимание акцентировалось на задачу успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечению равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей «Дети-мигранты», например, и индивидуальных возможностей. В общем, подобные сборники это большая работа, но она настолько важная, что отказываться от нее не наше издательство, и я уверена, что любое другое не должны. Следующая книга тоже из области педагогики «Физкультурная азбука». Это учебно-методическое пособие. Его авторы считают, что реализация его содержания в целостном педагогическом процессе образовательной организации будет содействовать гармоническому развитию личности обучающегося. Именно эти цели преследует сама дисциплина «Физическая культура». Так вот, полученные знания, умения и навыки будут способствовать формированию здорового образа жизни, нравственной устойчивости. Это учебно-методическое пособие рекомендовано студентам факультета физической культуры в ходе прохождения педагогической практики в образовательных организациях, а также педагогам начальной школы и, может, быть, полезно специалистам дошкольных образовательных организаций. «Вообще вы заметили, как много появилось литературы для учителей, преподавателей, воспитателей по физической культуре. Раньше такого не было. И это правильно, потому что любое преподавание имеет свою методику. И то, что много было литературы по математике, по русскому языку, литература, ведению и так далее, это было в норме. По физической культуре не найдешь пара советских авторов и все. Здесь же появляется такая хорошая, мощная методическая база, которой нужно и можно пользоваться. И это здорово. Особенно, если посмотреть, что среди учителей по физической культуре все больше и больше молодежи. Следующее учебное пособие тоже из из области педагогики научно-исследовательской деятельности учителя математики. Это вот для тех, у кого чуть-чуть времени остается после того, как они заполнят всю необходимую школьную документацию. Так вот, следующее пособие станет, данное пособие станет незаменимым подспорьем для учителей математики, методистов, преподавателей программ повышения квалификации, руководителей выпускными квалификационными работами, а также студентов, обучающихся по направлению подготовки педагогическое образование. В этом издании показаны особенности научно-исследовательской деятельности учителя математики, даны рекомендации, раскрыто содержание этапов работы над научным исследованием, методические рекомендации сопровождаются примерами исследований в области методики обучения математики. очень продуманное грамотное учебное пособие касающиеся работы учителей математики. Следующее учебное пособие методическая копилка организатора воспитательной работы начальных классов общеобразовательного учреждения. Вообще это пособие будет в четырех частях. В апреле мы представляем первый класс, первую часть. Если я не ошибаюсь, мы уже даже анонсировали выход второй части, но, видимо, о ней я расскажу чуть позже. Пособие это представляет собой копилку конспектов для проведения тематических классных часов, состоящих из ряда теоретических и практических материалов, формирующих у учащихся основы полезных для профессиональной деятельности навыков и умений. И что самое важное, эти навыки пригодятся большинству, просто подавляющему большинству в реальной жизни. Рекомендации помогут обучающимся и молодым специалистам проводить классные часы в разных интерактивных форматах и генерировать их. Это позволит упростить подготовку и ввести разные форматы проведения классных часов, а также повысить познавательный интерес учащихся. В общем, отвлекаем от мобильных телефонов как можем. Следующая коллективная монография, обратите особое внимание, личностно, формирующий потенциал инокультурного образовательного пространства. это коллективная монография адресована широкому кругу читателей, несмотря на сложное название, иначе назвать было невозможно для всех тех, кто заинтересован в совершенствовании систем преподавания иностранных языков, а также русского языка, как иностранного. Работа эта посвящена вопросам моделирования. С одной стороны, языковой личности иностранного обучающегося, находящегося в инокультурном образовательном пространстве, а с другой конструированием данного пространства в некоторых весьма важных для развития языковой личности зонах. Следующая книга из области языкознания, краткий словарь трудностей русского словоупотребления, это справочное пособие для вузов. Оно адресовано студентам бакалавриата, обучающимся по направлениям подготовки документоведения, архивоведения, лингвистика, госиммунуправления, издательское дело, менеджмент и так далее, преподавателям, а также всем, чья деятельность связана с речевым общением. Мы прекрасно понимаем, что культура устной и письменной речи это неотъемлемая часть этикета и государственного служащего, и преподавателя, и любого образованного человека, стремящимся к совершенствованию своей речи. Так вот, словарь ориентирован на предупреждение ошибок, типичных для студентов и недопустимых в устной и письменной речи государственных служащих. Существенным отличием этого словаря от известных академических, толковых, орфографических, орфоэпических словарей иностранных языков, словарей трудностей русского языка, которые были ранее, являются прежде всего разнообразие включенного в него языкового материала. Немаловажно, что в справочнике широко представлена заимствованная лексика, в том числе слова и выражения, появившиеся в русском языке за последние десять лет, отражающие новые реалии общественной жизни, культуры, науки, техники. В общем, давно мы ждали новый, краткий словарь трудностей русского языка. И переходим, на мой взгляд, к самому замечательному полу литературы ведения, который появился у нас в апреле. Обратите внимание на обложки, которые будут далее. Ну, совершенно потрясающие. Читающий, да, разумеет, библейский текст в произведениях Достоевского. Это исследование посвящено творчеству Достоевского, в частности, роли и функции цитат в сюжетно-композиционной ткани романа различными способами цитирования, внутритекстовым пересечением. Для основной части исследования выбран последний роман Федора Михайловича «Братья Карамазовы». Но в монографии говорится не только о самом романе, но и о том, как Достоевский шел к нему и в самых ранних своих произведениях обращался к теме священного писания, что нашло отражение не только в сюжете, но и в композиции его текстов. Предназначена эта монография для литературоведов, исследователей творчества Достоевского и всех тех, кто интересуется творческим наследием великого писателя. В общем, очень и очень интересное исследование. Следующая книга «Россия. Глазами Борхеса. Долгий путь от слепоты к прозрению». Монография. Эта книга идет уверенными шагами к званию моего фаворита. она представляет собой научную ценность, обусловленную выбором темы исследования. Содержит биографический обзор жизни аргентинского писателя и поэта Хорхе Луиса Борхеса. Дефицит отечественных филологических исследований, посвященных Борхесу, представляется не только досадной несправедливостью, но и колоссальным упущением для всего русского литературоведения. Это связано с тем, что сама тема отношения Борхеса к России неоднозначна и наполнена внутренним драматизмом. В работе создается, пусть и написанный с единственного ракурса выразительный портрет литератора как сложной противоречивой личности, способной сделать его фигуру ближе и понятнее для любого читателя. Книга «Монография» предназначена для литератороведов и всех интересующихся жизнью творческого аргентинского паразаика и поэта. Обратите на нее внимание, очень и очень такое вот занимательное исследование. И тадам! Последняя книга в пуле книг апреля «Робин Гуд сюжет, герой, идея, текст». Вот сейчас самое время писать о героях. Издание ознакомит читателей с историей легенды о Робине Гуде в ее фольклорном и литературном воплощении. Рассматриваемый период это 14 начало 20 веков. Автор анализирует то, каким образом сюжет о легендарном стрелке трансформируется в культурном пространстве, оставаясь одним из самых узнаваемых образов для англоязычной аудитории. Книга эта адресована самому широкому кругу читателей. Робин Гуд сюжет герой идеи и текст. Рекомендую посмотрите вообще какие замечательные книги мы вам представили в этом апреле. Ну, друзья, не забывайте о том, что мы постоянно ведем работу еще и над аудиоконтентом, выкладываем новые аудиокниги. Да, есть такой момент, когда аудитория меняется, поколения меняются. Если мы раньше шелестели страницами, потом начали листать тексты, то сейчас очень многие просто их слушают. И это важно, потому что контент классных книг, которые можно послушать, он не так велик. Но вот эти все новинки, которые выходят, и классика, и неизвестные ранние мемуары, то, что их можно уже послушать, это вообще очень-очень здорово. Напоминаю вам о том, что все новинки издательства мы выкладываем на нашем сайте directmedia.ru, как только они появляются, не дожидаясь моего замечательного вебинара и конца месяца. также мы активно оповещаем наших читателей в соцсетях. Сейчас работает наш библиоклуб ВКонтакте, все новинки тоже там, как только появляются. Более того, я стараюсь кратко рассказывать о наших ресурсах, наших соцсетях все-таки рассказы о книгах, о новинках, они такие более емкие и про книгу можно узнать гораздо больше. Если у вас остались вопросы, вы видите контакты в конце презентации, можете писать, звонить, буду рада на них ответить. Друзья мои, до встречи в мае, месяц короткий, но мы обязательно придумаем, как сделать его лучше с помощью книг. Спасибо вам за внимание, всем хорошего вечера, хорошего дня.